Здравствуйте! В эфире телеканала Север программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. В Нинецком Кровейческом музее открылась выставка «Детство, опаленное войной». Стенды, фотографии, предметы, представленные на ней, рассказывают о суровом детстве, на полуголодном пайке, без света и в холодных помещениях. О самых маленьких героях войны и большой проделанной работе сотрудниками музея нам сегодня расскажет кандидат исторических наук Марина Михайловна Калавангина. Марина Михайловна, здравствуйте! Рада видеть вас в студии. Расскажите, почему появилась тема «Детство, опаленное войной» и в чем ее необычность? Добрый день! Тема, которая сегодня представлена в нашем Нинецком Кровейческом музее, действительно кажется кому-то неожиданной. Мы традиционно в канун Дня Победы рассказываем о фронтовиках, о событиях на Карельском фронте в частности, о боленной армии. Мы рассказываем о поистыковиках. Мы рассказывали в 2015 году о тружениках тыла, то есть о взрослом населении нашего округа, которое внесло свой вклад в победу. И все это время как-то в тени оставались дети. Сейчас пришло время поднять эту тему достаточно серьезно и глубоко, потому что дети, независимо от их возраста, это та категория населения, которая не просто существовала, жила, выросли дети и затем после войны поднимали страну из руин, но это еще и маленькие патриоты. И все это вместе побудило обратиться к вопросу детства, которое в годы войны действительно было опалено пламенем войны. Вообще поводом, толчком к созданию этой выставки стали события 2 ноября 2017 года. Тогда в память о Тамаре Андреевне Дуркиной была представлена выставка картин и иллюстраций художницы Надежды Ваучейской. К книге «Прошла война через Калюш». Мы все знаем, что это художественное произведение написано Тамарой Андреевной Дуркиной как детские воспоминания, и книга рассчитана на детей. Иллюстрации были настолько яркими, настолько заставляли продумать глубоко период войны глазами детей, что подтолкнули нас к реализации давно вызреваемой темы «Детство, опаленное войной». В ноябре оформился проект, оформилась сама идея, и началась активная подготовка к выставке. А как, кстати, проходила подготовка к выставке? Знаю, что вы работали в архиве, Марина Михайловна. Что удалось там найти? Вообще, любая выставка начинается с обработки документов, которые есть либо в фондах музея, либо в архиве Ненецкого округа и других архивов Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы. Мы ищем факты, мы ищем статистические данные, ищем подтверждение тому, что либо в воспоминаниях, либо еще каким-то образом, скажем, в литературе прозвучали те или иные события. Потому что история – это сочетание воспоминаний и конкретных исторических фактов. И, конечно же, начиная с ноября месяца, активно и усердно мы работали в архиве. А можете привести какие-то примеры интересных исторических фактов, которые вам удалось узнать, Марина Михайловна? Ну, во-первых, удалось установить количество детей, которые проживали у нас в округе в годы войны. Это следующие цифры. За 1941-1945 годы в округе родилось 3829 детей. К сожалению, 802 ребенка, то есть фактически каждый четвертый, не дожил до года. Мы знаем о том, что к началу войны, к 1941 году, в округе проживало 11 970 детей. Удалось выяснить, сколько у нас детских садов и школ было, сколько детей посещали эти образовательные учреждения. Мы знаем, что в годы войны 99 детей дошкольного и школьного возраста жили, воспитывались в детских домах, потому что их родители были на фронтах или это были дети-сироты. Мы нашли интересную информацию, я вот даже копию документа принесла, о меню детей детского сада в годы войны. Вот, например, 26 октября 1942 года детсад лесозавода. Завтрак. Хлеб черный, сахар и чай. Обед. Суп мясной, каша овсяная. Полдник. Хлеб с ягодами. Очевидно, ягоды были собраны в осенний период, сохранены, чаще всего их морозили, потому что варенье варить невозможно было из-за отсутствия сахара. И вот так вот на каждый день можно посмотреть, вот вы правильно вначале сказали, полуголодное детство. Вот эти конкретные факты, найденные в архиве, иллюстрируют ваши слова. Мы нашли информацию о школьной жизни, знаем, сколько детей начальную школу завершает, в неполной, средней учатся, в средней, сколько было отличников и так далее. И очень интересная информация о воспитательной работе и для малышей, и в школах. Там можно узнать, какие книги дети читали. Мы обо всем этом рассказываем у себя на выставке. Да, вы сейчас заинтриговываете зрителей, чтобы они пришли. Особое место в экспозиции уделяется школьной жизни и труду детей в годы Великой Отечественной войны. А где трудились детки? А можно я до того, как расскажу о труде, обращу внимание, вот копия газеты Нарьяна Виндер, посмотрите, знаете, за какое число, 26 апреля, сегодняшний день, да, только 1944 года. Дело в том, что Нарьянка военных лет, это тоже очень важные документы, рассказывающие о детях в годы войны. И вот здесь заметочка. Пионерский слет в честь 1 мая, который состоялся накануне, 23 апреля. Мы узнаем, что были барабаны, и под барабанную дробь дружины выстроились для смотра. Мы знаем, что там была выставка, например, в заметке говорится. Лучше всех подготовились к слету дружин неполная средняя школа города, где старшая вожатая Мара Кислякова. Дружина представила хорошие экспонаты на выставку, дала лучшие художественные номера для выступления. Вот мы уже видим, чем занимались школьники. Они и учились, и художественной самодеятельностью занимались, и политической деятельностью, потому что пионерская организация, она такая политизированная немножко была организация. Помимо учебы дети трудились и трудились активно. Надо сказать, что уже в детском саду создавались тимуровские отряды, бригады или группы детей. Маленькие дети, дошкольники помогали бабушкам и дедушкам. А в школе это была норма, взаимопомощь. И особенно в летний, осенний период, когда мужчины были на фронте, у женщин свой фронт работ очень широкий, дети и подростки выполняли госзадания. В первую очередь это жители села на Рыбопутине. Это помощь детей с 5-6-летнего возраста в сборе ягод и грибов. В зимний период, когда ловилась, скажем, навага Роза Ивановна Городилова, а тогда просто маленькая 8-летняя девочка Роза Маркова вспоминает, что мешки наваги давались каждую семью, надо было эту рыбу обработать. Обрабатывала она в 8-летнем возрасте, ее брат 12-летний. Чистили рыбу, а затем сушили в печи, и эта сушеная рыба затем шла в армию на фронт. Это все помощь детей. И в 41-м, и в последующие годы в Наринмаре велось строительство сухопутного аэродрома для Беломорской военной флотилии. Кто там трудился? Конечно, взрослые, но ведь и много детей. В ней старшеклассники особенно были востребованы. Мальчики, работающие с лопатой, девочки, которые работали носилками, граблями и так далее. Маленькие дети, пионеры начальной школы. Георгий Иванович Попов вспоминает, что он ходил на строительство аэродрома с небольшой сшитой сумочкой из холста, собирая туда семена травы. Рима Александровна Коткина даже знает название травы. Мятлик собирали. Сдавали по граммам. Норма была от 300 до 700 граммов в день. А зачем была нужна эта трава? Это ведь не пустяк, это не безделица. Дети, собрав эти семена, затем засеивали подготовленную авиационную площадку с тем, чтобы образовался дерн. И это позволило бы лучше работать мотором тех самых самолетов Беломорской военной флотилии, для которых строился аэродром. мы можем буквально все считать работой детей. Возьмите такой пример. Мамы на производстве, а дома остаются по хозяйству бабушки, и дети-подростки, на них лежит и заготовка дров, они и варят каши варят, они и за козами-овцами смотрят. Опять же, Зоя Аркадьевна Шалькова вспоминает о том, что ей было 5 лет, а ее поставили, ну, пастухом с овцами. Овцы большие и сильные, она маленькая, но надо было за овцами смотреть. И она ходила за овцами. Куда они туда? Она. Овцы забрались в Великовисочном под здание церкви, там спрятались и спали. И маленькая Зоя забралась с ними, и в этой отаре овец заснула. Такая вот была пастушка. Но это была помощь семье. Поэтому дети действительно, это та группа населения, которая помогала всей стране. Откуда брали предметы, которые у вас есть сейчас на выставке? Очень много уникальных. Да, предметы, конечно, собирать было очень-очень трудно. Мы обратились повсюду, со всего округа пытались найти, скажем, парту и доску для показа класса периода Великой Отечественной войны. Удалось найти в Макарово. Нам передали в музей парту для учеников начальной школы. И вот эта замечательная доска. Ну, а печь уже наши мастера сделали в музее. У себя в фондах мы нашли вот тот замечательный, огромный по размерам самовар, глядя на который, рассказываем о том, что государство заботилось о детях. И на большой перемене, вот по воспоминаниям все того же Георгия Ивановича Попова, грелся в средней школе самовар, откуда дети брали кипяток, а им выдавали маленькие 50 граммов весом в булочке. То есть вот у нас получился целый комплекс, который мы дополняем воспоминаниями детей, которые были школьниками. Я вот чуть опережая ваш вопрос, скажу, что мы поработали очень хорошо с детьми войны. Удалось собрать только рукописей. 33. Причем написали нам и Владимир Иванович Кононов, который сейчас вот выехал из Наринмара, и Шилыгинский Юрий Васильевич. То есть письма, как мы говорим, из-за границ Ненецкого округа. Замечательно откликнулись дети войны села Тельвиска, деревни Макарова, из Устья. И записанные вот эти воспоминания, они создали общую картину, общую панораму, под которую мы искали предметы. Буквально в последний день открытия выставки, перед открытием выставки Галина Фатеевна Кожевина нашла предмет, которому 75 лет. Это коровий рог, из которого ее кормили, когда она была младенцем. И вот этот предмет она передала в наш краеведческий музей. Он сейчас пополнит. Валерия Михайловна, просто удивляешься, да, фантазии. Вот на что люди шли из таких предметов, делали вообще... А это даже не фантазия, это необходимость. Потому что бутылочек современных, конечно, не было, соски не было, поэтому вместо соски использовали вымя коровы. Надевали на рог, да? Да, надевали на узкий конец рога, и вот так вот. Попов Георгий Иванович сделал для нас макет тачки. Говорит, с такими тачками бегало большинство мальчишек, собирая дрова для своих домашних печей. И вот используя фондовые предметы, используя вот то, что сделали своими руками люди, или принесли нам в музей, в том числе вот чашу для замораживания молока, мы там представляем, мы все это стараемся показать. И, конечно, открывает выставку совершенно необычный комплекс. Это летящий немецкий самолет, тот самый Ю-88, который нам известен по двум фактам. Это 22 июня 43-го года и 15 июля 43-го года. Вот подобный самолет пролетел над Нижнепечорскими деревнями, над городом Наринмаром фотографируя здесь все. И под летящим этим макетом самолета песочница, в которой лежат детские игрушки, брошенные ребятками. И мы начинаем собственно для малышей рассказ с этого. А почему убежали дети? А куда они убежали? Ведь весь город в годы войны был немножко не таким, как сегодня. с его бомбоубежищами, с заборами и так далее. Обо всем этом мы узнали из воспоминаний детей войны, людей, которые умеют рассказывать. А, кстати, игрушки из чего делали в годы Великой Отечественной войны? Были ведь они все равно, наверное, варим. Конечно. Вот сегодня была экскурсия, я детям рассказывала о том, что куропатку съели, а косточки не выбросили. Дети могли из этих косточек делать санки, играли ими, и делали даже целые упряжки из костей. В магазине продавались, об этом, скажем, Светлана Ивановна Федянова нам рассказала со слов своей матери, головки кукол. Покупали головку, а все остальное, ручки, ножки, тела, шили из лоскуточков, ватированные были. мячик из шерсти скатанный вместо резинового мяча и так далее. Это ведь все не нами придумано, это все со слов детей войны. А сколько сейчас, кстати, в нашем округе проживают детей войны? Вот на 1 марта нам дали цифру 1470 детей войны числится в Немецком автономном округе. Татьяна Михайловна, книгу не хотите написать именно о детях войны? А вы знаете, потихонечку все это складывается. Я приоткрою секрет, который мне разрешил разгласить Чурсанов Александр Павлович. Вот поскольку очень хорошо откликнулись на наш призыв помочь в создании выставки «Дети войны телевизочного Макарова и Устья», то воспоминания этих детей мы как совместный проект Краеведческого музея и сельсовета телевизки вот такую книжечку подготовили, когда война пришла в наш дом. И здесь представлены и фотографии детей войны, и их воспоминания. Вот уже процесс пошел. Марина Михайловна, вот на выставке вы рассказывали о судьбе, показывали тетради девочки Ани. Я вот Исаенко. Ани Саенко, да. Неизвестно, как судьба сложилась у нее. Но когда я называла тех, кто помог нам подготовить выставку, то упустила пока еще назвать Татьяну Петровну Балмасову замечательным музеем первой школы, где сосредоточено много фотографий и предметов военной поры. вот именно Татьяна Петровна разрешила нам на выставке представить, во-первых, сочинение девочки, да, Исаенко Ани, во-вторых, ее замечательный песенник, в котором, начиная с 1943 года по 1947, записаны слова тогда популярных песен. Я где-то даже хотела взять одну из них. И одна песня переделанная Марин Ханна. Копии этой странички у нас называется песня «Новоземельская землянка». Мы обратили на нее внимание не только, потому что региональный компонент «Новая земля» совсем от нас недалеко, но и потому что в газете Нарьяна Виндзер упоминалось, что на концертах, которые ставили дети, может быть, и взрослые, звучали песни, в том числе «Новоземельская землянка». Хотелось узнать, что это за песня. Вот на мотив уже известной нам землянки краснофлотцы Беломорской военной флотилии, служившие на Новой Земле, сочинили свою, наверное, более грустную песню, навеянную полярной ночью, тоской по большой земле, по родным людям. И вот эта песня, сейчас слова мы ее имеем, прозвучала на презентации нашей выставки, ее замечательно исполнил у нас Василий Иванович Кузьмин, чей голос, да и золотые руки помогли в подготовке этой выставки. Он, кстати, макет самолета подготовил. Мария Халловна, можете несколько строчек зачитать? Хорошо. За окном, как в могиле темно, волком воет лишь ветер в трубе. Я прислушался, глядя в окно, как мне струны поют о тебе. Дай, гитара, последний аккорд, дозвени, и замолкли струна, как далек этот сказочный порт. Все равно не услышит она. Вот такие проникновенные строки в этой песне. И вот благодаря песеннику сохранившемуся мы можем воспроизвести, реконструировать даже вот концертную программу детей военного времени. Мария Халловна, а на какой возраст рассчитана выставка? Наша выставка вообще рассчитана на, наверное, на любой возраст. Каждый возьмет что-то свое. Но экскурсии мы проводим для детей, начиная с пятилетнего возраста, но и там уже безгранично. Мы рады, что первая экскурсия состоялась для детей войны телевизорного сельсовета. Мы как раз опирались где-то и на их воспоминания. И встречена была выставка, конечно, очень хорошо. Марина Михайловна, буквально вчера мы тоже побывали вместе с вами на выставке. Давайте посмотрим об отзывах детей, что они говорят. Самых маленьких. Самых маленьких, пятилетних. Осталось у них что-то в голове. Сейчас увидим или нет. Например, на завтрак дали кусочек хлеба и чашечку чая. И все. Главный научный сотрудник отдела истории Нинецкого краеведческого музея Марина Колавангина рассказывает малышам из детского садика «Семицветик» о жизни их ровесников в годы Великой Отечественной войны. Маленькие, беззащитные, они выживали и росли в суровых условиях. Теперь их воспоминания и предметы на выставке собраны со всего округа главные свидетели тех страшных событий. Здесь с каждым экспонатом связана уникальная история. Что касается рога, то это, пожалуй, последний предмет, который мы получили для нашей выставки. Этому рогу 75 лет. Его подарила своей дочери Галине Анна Петровна Хабарова. Галина родилась в августе 1942 года. Мама сразу пошла у нее на работу. А для того, чтобы кормить новорожденную, нужно было как-то приспособиться. И вот был этот спиленный рог коровы приспособлен. Наконец, здесь соска в имя коровы одета. И в этот корове рог заливалось молоко, соска вставлялась в рот ребенку. И таким образом кормились маленькие дети, чьи родители были заняты на производстве. Поэтому данный рог совершенно уникален. Он действительно имеет свою историю. Особое место экспозиция уделяет школьной жизни и труду детей в годы войны. Маленькие дети и подростки работали на сенокосе, в рыболовецких бригадах, на строительстве аэродрома, на сборе грибов и ягод и, конечно, в быту. Всего за несколько дней работы экспозиции уже посмотрели более ста воспитанников детских садов и школьников. По словам сотрудников музея, многие уходят со слезами на глазах. Потому что им было трудно питаться. И потому что еды было мало. Как они помогали своим родителям? Они помогали кормить корову. А как ты думаешь, трудно было детям во время войны? Да, трудно было. А почему? Много еды у них? Да. Почему? Потому что голодали, еды было мало. Было очень мало кружек и когда покупали еду в консервах, эти консервы мыли, не делали, чтобы они не ранили человека и приносили в детские сады и школы. и вместо кружек. Да. Есть понимание у детишек, и это радует, Мария Михайловна. Ну да, хотелось бы надеяться. Конечно, более глубоко проникают в эту тему школьники и старшее поколение. У нас были ребята из Красного, у нас приходили дети из школы номер два, которые уходили, вот девочка одна так просто со слезами на глазах. То есть настолько их потрясло то, что мы показываем и рассказываем, что осознаешь, не зря такая выставка была подготовлена, она нужна, потому что дети войны это живые свидетели военного времени, они носители живой истории и те, кто могут еще нам что-то рассказать, должны не только получать памятную медаль, а оставить нам эти воспоминания как драгоценную крупицу истории нашей Родины. Валерия Михайловна, у вас есть сейчас возможность пригласить жителей Ненинского округа на выставку, можете сделать прямо сейчас. Уважаемые жители нашего города и округа, маленькие и большие. Мы приглашаем вас в Ненецкий краеведческий музей. Выставка «Детство, опаленное войной» работает до 26 мая. 9 мая музей тоже открыт, можно в День Победы вместе со старшим поколением посетить эту выставку. Наверняка вы узнаете что-то новое и сможете потом подробнее расспросить своих бабушек дедушек, прабабушек прадедушек о трудном детстве в годы Великой Отечественной войны. Марина Михайловна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Думаю, ваш рассказ и выставка оставят огромный след в сердце каждого жителя Ненинского округа. Спасибо большое еще раз. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о выставке, которая открылась в Ненинском краеведческом музее «Детство, опаленное войной». У нас в гостях был кандидат исторических наук Марина Михайловна Колавангина. До новых встреч!